начиная можно так сказать свой день с того что просматривал почту просят книги как-то мне с этими книгами уже надоело выложил для бесплатного чтения нет еще вышли вышли так вот теперь мария пишет это я буду на прогулку это разбирать здравствуйте петрович скажите пожалуйста как можно обнулить карму прошлых жизней и прожитой своей жизни чтобы больше не отрабатывать долги никак не 50 лет уже нет сил отрабатывать и долги валят и валят сплошной стеной а что поделаешь прежние жизни были очень-очень сладкие а теперь теперь это как череда дней вот мы там что-то сделали одно будет что-то сделали другое весело а хорошо это да 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 и настает день и далее череда дней то есть грубо говоря набрались кредитов это так пример а их повеселились все эти денежки так расписали а в данном случае мы тут так создать вот свои так сказать потешили чувства потешили там свои амбиции а теперь надо давать эти кредиты надо отдавать вот то что мы там набузили и отдача пойдет и и хорошо понять это что это можно отдать и что вас не прихлопнули за то что там было тех жизнях что вам дали возможность это сделать я уже поняла эти уроки одно дело понятие другое дело отработать понимаете это разные вещи то есть понять что кредит брать нельзя но его же вы взяли надо его отработать стала по-другому мысли да никому еще плохого не делу да никогда не дело помогаю всем по мере сил но мне хочется хоть немножко просто человеческого счастья а в моей жизни только негатив в мою сторону хамство алчность предательство измены унижение оскорбления одиночества извиняющая пустота а вот понимаете одиночество извиняющая пустота а вот вы научитесь вот радоваться своему одиночеству вот видите от именно на одиночестве вот вам надо было не не одиночество будет а вот вот это вот какая-то я не знаю Такая вот общественная жизнь Чтоб вы тут что-то там такое делали Чтоб вы там блистали и так далее И теперь, когда этого нету Это я к примеру говорю Оно может быть иначе А это вас и монетает Наоборот, порадуйтесь тому, вот этому одиночеству Вот этому, что вы общаетесь с природой Надо найти якоря Что такое якоря? Жизненный Это то, к чему вы привязаны были Вот в жизни Человек, допустим, привязан к работе Он там творит что-то Работы нет, он О, для него плохо Он привязан к семье Семья там, допустим, как-то там распалась Или еще просто дети стали Взрослые ушли Он чувствует себя ненужно Опять он несчастный И так далее Пересмотрите свои якоря Бросьте новое Вот Унижение, оскорбление Это все вас задевает А вот когда это перестанет вас задевать Вот тогда вот это все и кончится Понимаете? Как вы к этому будете относиться? Вот я все хожу и все у меня звучит одно слово Смирение Мы об этом поговорим Смирение Я очень устала А вот этот человек и устает от того, что он вот в этих вот мыслях погряз А сменить, так сказать, свои мысли на другие И все Когда человек в негатив и привлек негатив Он естественно встает А когда человек поменял свои мысли Он позитив получает И получает энергетику Ну как и я перед вами сижу В одном из людей вы в этом говорили Я смотрел Но не могу найти Большое спасибо Ну поищите я еще разок Другое Другое дело Пишет мне Мария по-моему Вот говорит В моей жизни идут события чередом То есть я пожинаю Плоды своей кармы Я уже устала от этого Один негатив сплошной идет в жизни И так и сяк Вот Нельзя ли карму какой-то метод обнулить Я рассказал так На примере Вот смотрите Человек взял кредит Кредитик взял И гуляет Сколько там Месяц Два Так Больше Меньше Все В жизни Зашибись Хорошо Вот Но потом наступает время Когда надо отдавать этот кредит И вот тут-то И начинаются Все такие вещи И вот Можно сказать Карма Нечто подобное Нечто подобное Грубо Напоминает Побузили В прежних жизнях И так И сяк И по-всякому А теперь Это все надо отдавать Интересно Почему вы так себя ведете Вот Что вас там Оскорбляет Что вас там Унижает Вот Вот как Как Надо себя вести Вот Что надо показать В своем Могу Сознании Характер Изнутри Наружу Чтоб вас Начали там Ненавидеть Унижать Набить И прочее Прочее Что Надо Сделать Вот Такой Вопрос Вы как-то Не задавали Себе Ну Ладно Незаслуженно Все это Там Происходит Когда Человек Она как раз Пишет Я уже Имею Понятие Все Я вроде Как Это Самое Это Все Поняла А Действие Продолжается Я уже Вроде Как И Изменилась А кредит То Надо Отдавать Ну Да Поняли Что Вот Вроде Как Кредит Надо Отдавать Отдавать Который Вы Взяли То Ее Его Надо Отдать Одно Дело Понять Что Надо Отдавать А Другое Дело Его Надо Отдать Видите Какая Разница Понять И Отдать Вот Поэтому Получается И В этом Случай В этом Случай Будем Говорить Надо Поменять Какие-то Свои Жизненные Устои Наживаю Это Якоря То Есть Жизненные Якоря Совершенно В другом Другой Области Найти За Которые Зацепиться Которым Притянуться Вот Отойти От Этого Всего Что Вас Там Гнобит Радоваться Самому Процессу Жизни А Когда Человек Одиночества И так Дали Он Переживает Остро Что Он Одинок Это Говорит О том Что В прошлом Ему Нужна Была Популярность Ему Нужно Было Внимание А Теперь Его Нет Значит Перенесите Фокус С того С Популярности На Совершенно Иное На То Чтобы Шли Больше С природой Общались Радовались Самому Процессу Жизни А не То Что Что В нем Там Происходит Тут Вокруг Какая-то У вас Свадьба Веселье И вот Это Вам Приносит Радость Удовлетворения А раз Этого Нету Все Значит Вы тут Закисли Жизнь Немила Несправедлива Вот По большому Счету Мы Сами Ее Делаем Потом Пожинаем То Что Сделали Так Блудить Тоже В ней Более-менее Смирение Это Создает Давление Внутри Насчет Этого Терпения Которое В конце Концов В каком-то Месте В каком-то Случае Прорывается И Появляются Проявляются Дикие Дикие Поступки А когда Это Идет С пониманием Такого Термина Как Терпение Нету Человек Понимает Что Эта Ситуация Для того-то Для того-то Для того-то Вот Надо Значит Ее пройти И в результате Получить То-то 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 Вот Поэтому Если Относиться К словам Терпения С позиции Обыденной Терпеть Надо терпеть То это Означает Такую Неосознанную Реакцию С вашей стороны Подавительную Реакцию Уничижительную Значит Подавляющую Вашу Личность Видите На что Мы выходим Терпение Подавляет Вашу Личность Поэтому Она Негативна Поэтому Его Не хотят Принимать Поэтому Против него Бунтуют И в то же время Терпение Осознанное Ради чего Это делается Что в итоге Будет К чему Ты стремишься Слово терпения Рассыпается Его Нету Просто Напросто Оно Исчезает Она Исчезает В творческом Процессе Работы Над своим Собственным Сознанием Над своей Собственной Личностью С целью Улучшить Все ее Показатели Начиная От здоровья И кончая И кончая Ее Проявлением Вы сможете Проявить Свою Личность Более Там Допустим Ярко Более Ну короче Саморазвитие С проявлением Какое-то слово Есть Выскочило Из головы Вот Раскрыться О Правильно Скрыться Раскрыться С той стороны С которой Раскрыться С правильной Стороны Потому что Есть Бунтари Бунтари Он не принимает Ничего И в то же Время Творческая Личность Которая Раскрывается Она Понимая Все это Дело И Не отвергаясь От него Оно Как бы сказать Становится Над ним И показывает Этого Человека Его Деяния Поступки Которые Над Этим Находятся Что А вот Смотрите А можно Вот так Быть Чем Кстати Запомнился Ганди Тем Что он Всего Вот этого Мира Вырвался И показал Что есть Путь Ненасилия Совершенно Иное Наконец Смирение Опять Так Смирять Самого Себя Тоже Такое Как бы Проявляется Над собой Насилие Смирять То есть Вас Опутали В смирительную Рубашку Чтобы Вы там Не делали Каких-то Теледвижений Которые Результаты Которые Являются Результатом Вашей умственной Деятельности Вы тоже Протестуете Против чего-то И вас Смиряют Но это Так Чисто Внешнее Смирение И в то же Время Смирение Когда он Говорит Смирись Смирись Над тем Или иным Происходящим В жизни Событием И так далее То есть Это тоже Вызывает В сознании Протест Такое Смирение То есть Это не Творческое Смирение Это Бунтарское Разрушительное Смирение А вот Должно быть Смирение Такое Осознанное Которое Способствует Развитию Смирение С пониманием Ведет К совершенству Твоей личности Когда ты Понимаешь Для чего Ты Смиряешь Свои Чувства То получается Не столько Смирение Насильное Как бы Разумная Работа Над этим Что Это Допустим Чувство Или еще Оно Просто Не нужно Тебе Оно Ведет Вот туда 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 И тем самым Ты Не только Свою Духовную Часть Совершенствуешь Но Ты Совершенствуешь Свою Собственную Судьбу Вот Она Пошла Вот Этим Путем А если Ты Не работаешь Над Смирением Значит Она Пойдет Вот Сюда Или Туда То есть Это Уже Осознанная Работа Понимаете Над Над Самим Собой Над Своей Личностью Это Твой Личностный Рост Твое Личностное Развитие То есть Мы все Привыкли Работать Там На Земле Это Спашим Это Посеем Вот Это У нас Вырастет Мы Собираем Урожай И Будет Все Хорошо Точно Так же И Когда Мы Работаем Над Своим Собственным Сознанием Мы Также Вот Это Пашем Сеем Убираем Сорняки Собираем Урожай И В результате Имеем То Что Имеем Вот И Насколько Этот процесс Осознанный Настолько Значительные Результаты Получаются Благодарю За просмотр Если Вам Понравилось Видео Ставьте Лайк Звоните В колокольчик И Подпишитесь На канал Ваше Участие Развивает Канал И Способствует Его Продвижению Вы Можете Посетить Бесплатно Мою Авторскую Библиотеку На сайте Малахо Про Доброго Здоровица И До Новых Встреч Продолжение следует